Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Noach 2000 года выпуска двигатель 2 литра бензин полный привод коробка автоматическая пробег на автомобиле 245 тысяч километров застучала передняя подвеска поднимали автомобиль, посмотрели застучали сайлентблоки на нижних рычагах заказали сайлентблоки корейские фирмы CTR заказали на всякий случай болты эксцентрик передняя и задняя они одинаковые, что сайлентблоки, что болты поднимаю автомобиль, снимаю передние колеса и снимаем рычаги вот так это выглядит вот так вот ходит сайлентблок в принципе это ничего страшного он так и должен ходить но он еще помимо всего вот так вот ходит спереди еще более-менее а вот задний ему конечно больше досталось от времени вот он гуляет и на яму неровно заезжаешь стук стоит здесь рычаг гуляет разумеется уже вот это хождение у него больше верхний рычаг еще живой шаровые еще живые наконечники и тяги еще живые поэтому в данный момент меняем только нижние сайлентблоки передний и задний но чтобы его заменить рычаг я снимаю целиком для этого откручиваю оба болта эксцентрика откручиваю амортизатор и снимаю палец с шаровой опоры хотя можно палец и не шпинтовать снять а целиком снять шаровые два болта откручиваю и рычаг вместе с шаровой опорой снимем задний болт очень хорошо затянут задний болт очень хорошо затянут Пистолет не смог его рвануть. Вот для чего мы болты заказывали, просто обломился, а теперь еще надо будет его быстрее всего обрезать. Та же шайба и то приржавела. Та же шайба. Та же шайба. До свидания. Ничего подобного. Этот бойл так добровольно не выйдет. Попробую его газовой горелкой нагреть. Попробую его газовой горелкой. Попробую его газовой горелкой. Попробую его газовой горелкой. Попробую его газовой горелкой. Ходит вместе с стулкой. Ходит вместе с стулкой. буду пилить откручиваем амортизатор откручиваем шар в эпоху амортизатор откручиваем шар в эпоху и надо пилить возьму сабельную пилу и отпиливаем шар в эпоху шар в эпоху и вот таким образом перепиливаем переломал вчера все полотна съездил сейчас взял новые этот конец я отпилил а вот эту перепилил не до конца сейчас попробую свернуть голову если получится да все свернул перепилил передавил но болты крепкие вот так вот неудобно с этими болтами возиться снял я и вторую сторону полотна сгорают тоже на второй стороне вообще оба болта пришлось пилить и один и второй теперь нам надо саленблоки вот эти выпрессовывать для того чтобы их выпрессовать вот эти шайбы которые здесь у нас с торца стоят мы отбиваем и отсюда подлазим выдавливаем внутреннюю втулку потому что наружную хотя можно попробовать и сбить ее возможно она пойдет подлазим и подлазим подлазим в Да нет, она особо не хочет так идти. Ее надо полукольцом таким выдавливать. Есть специальные съемники именно для вот таких сайлентблоков. Труба в трубу, но опять же они самодельные, их нету, поэтому отрываю вот эти шайбы. Сюда ставлю оправочку и выдавливаю втулку вместе с резиной, а там уже либо в распор забью что-нибудь, то есть чтобы загнуть наружную обойму, либо ее надпилю и выбью. Хотя сделаю два варианта. Одну сделаю распоркой, разобью, а вторую надпилю. Покажу и тот и другой вариант. Беру оправочку вот по кромочке самого сайлентблока. Беру палец, любой подходящий по диаметру, упираю его во внутреннюю втулку. Берем. Не особо он хочет отрываться из-за вот этой шайбы. Отрываю эту шайбу тоже. Оторвал шайбу и повторяю. Уперся в крышку. Все. Вот сайлентблок вырван. Этот сайлентблок я сейчас попробую подогреть наружную обойму и попробую его как вначале бил зубилом, попробую выбить целиком. А этот сайлентблок я втулку изнутри сейчас замну. Сайлентблок я втулку. Сейчас маленько подогреется. Резину сжечь не буду, а попробую взбить его. Сейчас маленько подогреется. Резину сжечь не буду, а попробую взбить его. Резину сжечь не буду, а попробую взбить его. Резину сжечь не буду. Да, получается. Резину сжечь не буду. Резинфrating자는 о ever-минуты. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.